То есть обязательно, да? Перчатки обязательно ношение. То есть это требование такое. Ребята, вот видите, при входе меня остановили, требуют все-таки одеть перчатки и маски. То есть так вот просто не зайти. Скажите, а вот про средства защиты, вы согласны с тем, что сейчас вот эти правила, гулять можно, но при этом... Нет, насчет масок полностью не поддерживаю такие меры. Так что, ребята, я как сторонник не ношения масок, ощущаю пока себя в меньшинстве. Все-таки процентов 90, я сегодня обратил внимание, пока ехал в метро, соблюдают меры. Но, скорее всего, не потому, что они боятся подцепить вирус, а потому, что боятся нарваться на штраф. Там 4 или около 5 тысяч, я точно не... Всем доброе утро, ребята! Наконец-то сбылось, можно сказать! Ну, прям счастье, да, вроде говорят, сегодня с 1 июня нам разрешено посещать скверы и парки, ну, на расстоянии где-то, если вы проживаете возле своего дома. На расстоянии около 2 километров, по-моему, да, и официально разрешили еще заниматься спортом. До 9 часов утра. Сейчас попробуем зайти в парк на ВДНХ. Вот, и посмотрим, как это патрулируется. Я вот вижу, отсюда там много патруля. Вот, подойду, посмотрю, пропустят ли меня вообще туда. Возможно, даже меня остановят. Но... Гулять можно только по графику. По графику. Маски, перчатки надо одевать обязательно требования, вот видите. Вот, идем, короче говоря. Перчаточки, молодой человек. А? Перчаточки. Перчаточки? Да, одевайте, пожалуйста. Сейчас, хорошо, достану. А, хорошо, то есть обязательно, да, вот перчатки обязательно ношение. То есть это требование такое. Вот, ребята, вот видите, при входе меня остановили. Требую все-таки одеть перчатки и маски. То есть так вот просто не зайти. Вы сегодня на прогулку, да, сюда пришли? Да, сегодня на прогулку. Попросить вот сюда встать? А я вас так можно буду тоже снимать? Пожалуйста. Можно я так немножечко пущу, или так можно разговаривать? Нет, лучше вот. Как есть, как нужно. Скажите, вы сегодня на ВДНХ пришли на прогулку? Я хочу просто посмотреть, насколько вообще, ну, сказали вроде как разрешено, насколько это разрешено, можно ли вообще хотя бы пройтись, проверить на собственном улете, посмотреть. Ну, и, конечно, уже соскучились по птичкам, по всему, по этому месту. Это места моего детства. А вы сами из Москвы? Нет, я рядышком здесь живу. А вы знаете, что пока такие правила, ну, с ними можно соглашаться или не соглашаться, но в том числе в парке ВДНХ можно гулять только тем, кто рядом живет? Да, я знаю об этом, но я здесь живу рядом практически как бы временно, то есть у меня здесь знакомый, да, и я вот пока в данный момент у него нахожусь. Но прописка у меня в другом месте. Смотрите, а вот про средства защиты, вы согласны с тем, что сейчас вот эти правила, гулять можно? Нет, насчет массы полностью не поддерживаю такие меры, потому что в общественном месте, ну, как бы одно дело, да, куда-то идти в магазин, там, допустим, или в метро, но вот здесь вот как бы надо дышать все-таки свежим воздухом, иначе мы сами этими микробами дышим. Особенно астматикам тяжело, мне кажется, это будет проявляться разные хронические заболевания еще хуже. То есть микробная среда, она остается на маске, и надо ее менять как можно чаще, там, буквально, каждый час, наверное, даже была, наверное, как-то так. Все, супер, спасибо вам огромное. Всего удачи вам, всего хорошего дня. До свидания. Спасибо, до свидания. Это какой канал, первый, да? Первый канал, сегодня в 22.30 будет на первом канале. Так, ребята, ну что, вот, дали тут небольшое интервью первому каналу, но, правда, спонтанно получилось, без подготовки, что называется, поэтому наговорил всего не так, как хотел, конечно, ну ладно, получилось то, что получилось. Так, а здесь у нас там дальше продолжается, интересно, стройка века, где хотят построить колесо опозрения на 135 метров, 140 метров, и там еще будет канатная дорога в том направлении, да? Центральный павильон мы наблюдаем. Присаживаться на лавочке нельзя, вот, как нам сказали, ну, не создавать вот эту вот массовость, да, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. И я думаю, первый канал мне, скорее всего, мое интервью отрубят, потому что я сказал, конечно, это мое личное мнение, но, может быть, не их, не формат. Они все-таки, наверное, придерживаются мер, таких, как ношение масок в общественном месте, в том числе и на улице, и ношение масок и перчаток. Пришлось, ребята, одеть. Охранник, можно сказать, потребовал, иначе бы не пустили. А, возможно, ему потребовал потому, что находились рядышком видеокамеры, и надо было это заснять, сами знаете, чтобы показать, это на нашем ТВ, что все соблюдают правила. Соблюдаю центральный павильон. Это место мне еще известно тем, вот, то, что здесь, я помню, как-то всякую цифровую технику продавали, там, фотоаппараты. Ну, я уже об этом как-то говорил в своем старом видеорепортаже. Сталинский ампир. Вот так вот красиво все выглядит. Серп и молот. Памятник Ленина. Ну, когда-то, говорят, еще рядышком где-то здесь находился памятник Сталину. Ну, это уже время, которое я не застал. До меня. То есть я этого не видел. Еще пока мало народу. Наверное, скорее всего, многие просто об этом не знают, что уже, в принципе, можно как бы заходить. Иностранцев нету, поэтому как-то такие пустынные, пустынные в НХ, нетипичные. Так, идем мы дальше. И вот, видите, идет, наверное, какая-то дезинфекция, обработка. Недалеко от Дружбы Народов. Несколько машин сразу. Тюльпанчики уже отсвели. К сожалению. Не застали мы эту красоту. Ну, это же, конечно, ребята, знаменитый фонтан, но почему-то еще не подключен. Я не знаю, включался ли он ранее, может быть, в тестовом режиме. Вокруг него, короче, расположились 16 фигур, 16 девушек, которые олицетворяют собой 16 союзных республик. Где-то, короче, тут использована бронза, медь, и говорят, покрыта золотом, сусальным золотом. 16 или сколько там килограмм, или 6 килограммов сусального золота использовалось. Музычку включили. Уже поднимает настроение. В НХ мне всегда поднимало настроение, когда я в детстве сюда приходил. Ну, как-то сразу жизнь становится прекрасна. Несмотря на все невзгоды, я думаю, мы поборем эту коронавирусную эффект. Море-море. Чаечки летают. Мир бездонный. Ребята, запуск фонтана уже был в тестовом режиме. Это было в прошедшую пятницу. Проверяли, чистили форсунки и все такое. В общем-то, я думаю, что в ближайшее время эта красота будет для нас открыта. Вот так вот мне ответила только что сказала женщина, которая вот там убирает цветочки тюльпана, которые уже отошли. Танцуют. Вот там виднеется также журналисты ходят с камерами. Сегодня прямо оккупировали всю территорию журналюги. И наконец-то дождались, ребята, дождались. Свобода почти. Но действуют еще определенные ограничения. Видите, случайные такие прохожие, очень редкие. В основном работники этого парка. И здесь павильон у нас Казахстан. Советская атмосферка. А еще помню вот эти деревья, которые сейчас как-то подстрижены, как квадратом сделаны. Здесь раньше были елки. Елки убрали. Куда их вывезли, неизвестно. И вот заменили вот такими. На взгляд администрации парка все-таки это считается лучше. Тюльпаны отходят совсем. И видно вот там даже какие-то что-то наподобие пальмочек. Посерединке у нас. Вот оно. Когда это все тут поливается, это и в хороший солнечный день вообще красота. Осетр. У нас такие типа птички, гуси. Павильон Украина. На дальнем плане. За каменным цветком. Послабление действует не на всех. Но все-таки мы очень соскучились по ВДНХ, по парку Горького, да, и по другим. Паркам. Наконец-то это все становится нам доступно. Надеюсь, что не будет потом никаких опять ограничений. И новых вспышек. Вот. Потому что кто-то предсказывает еще вторая волна. Всякие у нас есть ностардамовцы. Но я думаю, что если это произойдет, то не раньше ноября, наверное. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА так вот ребята забежал сюда спрятаться от дождика этот павильон белоруссии у нас вот напротив меня там каменный цветок виднеется павильон украина вот ну что сказать как вы относитесь к ношению масок на улице напишите пожалуйста в комментариях ваше мнение и вот это вот вроде как там сказали что необязательное ношение перчаток на улице зайти на территорию водных а патруль потребовал чтобы я одел перчатки совсем как бы я считаю какое-то безобразие перчатки и маску да но маска через маску дышать я не враг своему здоровью говорится эти же микробы мы вдыхаем издевательства над людьми и так ребята идем дальше вот видим до полиция полицейские машины и здесь очень много рабочих большинство наверное все сотрудники так или иначе здесь как то работают если не соблюдаете какие-то правила и не проживаете рядом с этим парком можете нарваться на штраф так ну ребята идем короче к ракете немножечко себя подойдем ну ношение масок принципе для меня это не так страшно психологическими масками мы сталкиваемся ежедневно особенно психологически маски активно используется во время общения с людьми так или иначе мы их одеваем иногда маску человек очень носит долго и это ему очень сильно мешает в дальнейшем любить себя и принимать себя таким как он есть на самом деле вот такой небольшой урок по психологии вот так вот сейчас выглядит в днх я сейчас говорю через без микрофона надеюсь будет хорошо слышно так что человек смущается когда говорит от своего лица дайте ему маску и он вам скажет всю правду всем пока хорошего настроения подписывайтесь на канал оставляйте комментарии до скорых встреч не болейте